Бас подпод... подподнят. Я изобрел новое слово. Всем привет, с вами Дима Феррумлайв, и мы сегодня поговорим про новые любимые наушники Сергея Владимировича Шихайлова. Называются они INU D2B4, выглядят вот так, я вообще не уверен, что они действительно любимые новые наушники Сережи, но он их в последнее время слушает активно, и они ему очень нравятся. Но перед тем, как я буду рассказывать о наушниках, которые я убрал в сторону, пару слов о комплекте. С ними поставляется вот такой вот чехол, обычный, на молнии. У INU, оказывается, есть логотип, я буквально недавно об этом узнал, получил эти наушники. Он же у нас напечатан на бегунке, написано INU. Чехол самый обыкновенный, ничего больше я о нем рассказать вам не могу. Два набора амбушюр. Черные с широким выхлопом и более мягкие, и серые с соплом поменьше, чуть пожестче. Эти звук немножечко собирают, эти наоборот его чуть-чуть размазывают. Вот, в целом, точнее в остальном, они на звук вроде как сильно не влияют, но вот по вот этому качеству немножечко вытюнинговать звучание этих наушников благодаря этим амбушюрам можете. И кабель родной, как вы заметили, он не одет на наушники, это не просто так. Дело в том, что в нем плохо все. Единственное, что в нем неплохо, это достаточно компактный угловой штекер. Сам кабель жесткий, из-за этого он непослушный, он цепляется активно за одежду и усугубляет некоторые другие проблемы. Заключаются они в том, что вот эти вот заушины, они неправильно сформированы, как по мне, потому что и у меня, и у Сережи они над ухом вечно торчат и постоянно с этого уха соскальзывают, и, естественно, наушники выдергивают. Помимо того, сами MMCX, которые, и, кстати, я не знаю, в чем проблема с этим кабелем, наверное, опять-таки это с заушинами связано, наушники нормально в ухо не садятся с этим шнурком. Здесь у нас имеется MMCX фурнитура, а именно штекеры, и они тоже плохие, потому что один из них в наушнике свободно прокручивается, а другой чуть ли не намертво клинит и не проворачивается совсем. В общем, я не знаю, чего у этого кабеля с микрофонным эффектом, я не знаю, мерзнет, точнее, дубеет ли он на морозе, но по многим другим параметрам этот УПА фуфил, и он еще и на звук негативно влияет, потому что у этих наушников и так не идеально все с детализацией, вот, а он делает все еще хуже, делает звук более мутным, добавляет в него какой-то грязи. В общем, я рекомендую его после покупки закинуть в ящик и не вспоминать о нем без какого-то действительно важного повода, и купить к наушникам другой шнурок, что, в общем-то, было и сделано. И вот так вот вы видите, как беспорядочно сейчас это все у нас лежит в руке, но, тем не менее, мы распутаем, и, кстати, ссылку на этот кабель я, конечно же, тоже дам. Мне он нравится и по исполнению, и потому что здесь нет вообще никаких заушин, но мне в последнее время такие шнурки нравятся больше, чем с заушинами, в принципе, какими-либо. Он мягенький, красивый, такая вот аудиофильская рапунцель у нас имеет место. Вот, в общем, этот шнурок мне нравится больше по всем абсолютно параметрам, чем родной. Сами наушники выглядят, ну, вы, в принципе, видели уже как, и это один из немногих и нечастых случаев, когда в China Fire производитель решил выдумать что-то свое, а не украсть там дизайн у Campfire Audio или у кого-то там еще. Вот, и у них, во-первых, получилось, во-вторых, это все не привело к какой-то ужасной эргономике или проблемам с исполнением. В общем, наушники, как по мне, визуальные и внешне отличные по всем абсолютно параметрам. Во-первых, очень красивый у нас вот такой вот фейсплейт, он действительно фактурный, то есть он не прямой, это здесь вот так вот все вырезано. Фасочка, конечно, не очень аккуратно оформлена, потому что на двухосевом ЧПУ станке она вырезана, за счет этого, например, здесь она больше, чем по всем остальным сторонам. Но, в целом, как бы, такое незначительное удешевление производства не пошло сильно на вред, во вред, потому что сами наушники, в принципе, сделаны в остальном практически идеально. Видно, что у нас фейсплейт и основной корпус, это две разные детали, но тактильно вот этот стык, он практически не ощутим, то есть он явно не будет впиваться вон куда-то в ухо и так далее. Нету здесь такой ужасной подгонки, как, например, в продуктах Mi Audio, в частности, в их Pinnacle, где по этому параметру, как по мне, все достаточно скверно, здесь гораздо лучше. Что еще можно сказать про сами наушники? Корпус весь металлический, я не уверен, что я об этом говорил, но теперь точно сказал. Звуковод имеет достаточно большой вот этот вот фланец, за счет чего амбушюры держатся на нем прям ух, как хорошо. Сам звуковод достаточно большой за счет этого и за счет нормального кабеля, который не мешает посадке. Наушники очень здорово садятся в ушную раковину и обеспечивают очень неплохую шумоизоляцию. Лучше только в моих HC5, это из того, что есть на руках, из того, что я слушаю много, а ниже и не в H5, вот там шумоизоляция еще на уровень чуть-чуть повыше. Ну а так, в целом, по меркам внутриканальных наушников, здесь пассивная шумоизоляция где-то там на 4 с минусом и то. Наверное, даже на твердую четверку. Вот, в принципе, по посадке я сказал, что все хорошо, и по всем остальным параметрам, визуально и тактильно, эти наушники меня безумно радуют. Качество MMCX гнезд, кстати, тоже очень даже неплохое, как вы видите. Кабель здесь не болтается, он плотно сидит, то есть они раздалбываться излишне там быстро не будут. По звуку эти наушники больше рассчитаны на тех людей, которые не любят там что-то очень сильно выслушивать, потому что они играют довольно поверхностно, как любят говорить, там на макро уровне. Им сложно даются микродетали, они их в большинстве своем скрывают. И для записей, которые рассчитаны на высококлассную аппаратуру, это недостаток. Потому что вы многого не услышите, банально того, что, в принципе, вам слышать не мешало бы. Но, во всяком случае, звукорежиссер так считает. А с записями, которые очень плохо в этом плане организованы, я сейчас говорю про тяжелый металл. Он обычно без внимания к нюансам сводится и обрабатывается. Где очень много грязи, эти наушники, они, наоборот, дают некий плюс, скажем так. Потому что вы банально не слышите того мусора, который у вас при прослушивании с высококлассной аппаратурой будет очень сильно раздражать и отвлекать от того, что в этой музыке, в принципе, быть может, и неплохо сделано. Например, там основная мелодия, вокал и так далее. Вот. Основную подачу я, так скажем, очертил. По звуку, если более детально, ВЧ здесь поджатый. За счет этого, в частности, у слушателя неподготовленного может создаться впечатление, что с деталями здесь совсем все плохо. На самом-то деле, не так все печально. Особенно с другим некомплектным кабелем. В принципе, детализация относительно неплохая, как для наушников за эти деньги. Но за счет того, что на ВЧ нету подъема, эти наушники не колят ваши нежные ушки, не выбешивают какими-то там сибиллянтами. И опять-таки, некоторые детали они подают не так явно. Назовем это так. И если у вас до этого были ЕМ, которых ВЧ аж зашкаливали, для вас эти наушники будут либо открытием, которое будет безумно мягко-нежно и приятно звучать, вы их будете слушать бесконечно и радоваться от этого, либо наоборот, вам ВЧ может не хватать. Но в целом их здесь просто неплохо. Мне хотелось бы чуть побольше, но и так в принципе норм. Бас здесь приподнят, и он находится, скажем так, на мягкой стороне силы. Ему, как по мне, не хватает хлесткости. И атаки, и затухания, они замедлены. Он играет нежно. Из-за этого, ну, мне так кажется, некоторые акустические инструменты, которые играют в нижнем регистре, он отображает достаточно мазанно. Вот, мне бы хотелось чуть больше чёткости. Очень глубоким бас я назвать не могу, потому что, в принципе, всё, что ниже мидбаса, оно присутствует. Но оно сильно, как бы, не акцентировано. Вы очень много там не расслышите. Средние частоты нормальные. Вот как надо. В принципе, к ним у меня огромных каких-то претензий нет, потому что они не арматурно сухие, но они при этом не кашеобразные. То есть, со средними частотами, как по мне, в рамках общей, так скажем, подачи и общей идеи этих наушников, всё более чем замечательно. Что я могу сказать в итоге? D2B4 это не какие-то прям прорывные, уникальные гибридные наушники. Вы в своём ценовом сегменте особенно вспоминаем, да, о том, что кабель нужно сразу менять, потому что комплектные да говнище, и это делает наушники дороже, чем они изначально там стоят на Алиэкспрессе. Ну, во всяком случае, чем кажется, что они стоят на Алиэкспрессе. Они играют в целом хорошо, но без упора на какую-то микродетальность, и поэтому, как по мне, они больше всё-таки подходят для людей, которые слушают с источников попроще, то есть с недорогих плееров, там до 150 долларов потолок, или со смартфонов. Потому что в случае таких источников очень часто не всё очень чисто, не всё очень красиво, не всё идеально, и эти наушники, в частности, не очень хорошо проработанные ВЧ на бюджетных плеерах и на смартфонах, они их скроют. И вы просто этой гадости всей слышать не будете. Например, да, вот, у них нету какой-то критичности к источникам, потому что, ну, на слух здесь абсолютно нормальное сопротивление, там около 32 Ом, и точно такая же чуйка, абсолютно стандартная. Они не ловят сильно фоновый шум. В общем, как по мне, это очень хорошие наушники для бюджетных источников и для смартфонов, вот, которые будут играть всё неплохо, но не будут вас заставить. Слушать всю ту нечисть, которую вы могли бы слушать, если бы купили наушники с большим упором на микродетальность. Они красиво выглядят, они качественно сделаны, как по мне, их очень не стыдно кому-то подарить, как минимум по вот этим двум параметрам. Единственное, что если будете кому-то их дарить, сразу докупите сменный шнурок и положите его в комплект вместо родного, чтобы человек просто даже это убожество не видел своими глазами. Вот, в целом, к покупке для определенных случаев, так скажем, могу рекомендовать, но не ожидайте от этих наушников какой-то прям невероятной детализации и невероятной проработки всяких микронюансов. Ссылки в описании. С вами был Дима, Firm Life. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, это очень нам помогает. Спасибо всем, кто смотрел. Пока!